Мы начинаем сегодняшний разговор. Это 14 лекция по учебнику. Это соотношение личных, профессиональных, корпоративных интересов журналиста и национальных интересов. Одна из принципиальных тем данного курса и вообще взаимодействия общества, средств массовой информации, телевидения, как самого мощного средства массовой информации и отдельно взятого журналиста, работника, СМИ, телевизионного работника. Все коллизии, все проблемы возникают на пересечении этих самых интересов, о которых сегодня пойдет речь, которые подробно описаны в тексте этой лекции. Содержение этой лекции я вам сейчас тезисно в основных принципиальных моментах передам. Вы еще на первом курсе, не все академические дисциплины гуманитарные успели охватить. Это придет, что о чем-то, наверное, слышали. Тем более, что некоторые вещи сейчас очень популярны. Доберетесь вы до психологии, до социальной психологии однажды. Но я думаю, что понятие ролевой теории личности вам знакомо. Сейчас, правда, это в основном используется только в таком фривольном контексте, что само по себе правильно, но не исключая это более фундаментальное основание такого ролевого подхода. И так каждый человек в своей жизни играет определенные роли. Это могут быть отдельные эпизоды, вплоть до игры как таковой, ну, там, спортивные игры или детские игры. Там четкое, с названиями распределение ролей, например, в спортивных играх командных. Защитник, нападающий, вратарь. Вот там три самых известных роли. В жизни эти люди могут исполнять совсем другие роли. Не буду углубляться в эту тему, но, собственно, все сводится к тому, что есть вот эти наносные, поверхностные, время от времени используемые роли, вернее, роли, в которые ты входишь. А есть нечто фундаментальное, то, чего вы не можете избавиться. Те роли, которые постоянно давлеют вам. Первое, конечно, это, собственно, ваше эго, ваша личность, упрощенно говоря. Каждый из вас, каждый из нас является самодавляющей личностью со всеми своими плюсами и минусами, хорошими и плохими качествами с точки зрения общества и с точки зрения наших самих. У человека самого, может быть, нечто ему свойственное, и что ему не нравится, он со мной не может от этого избавиться. Я, например, вот до сих пор продолжаю курить, хотя понимаю весь вред и всю пагубность этой дурной привычки. Так вот, первая роль – это эго, личностная роль. Вторая – все мы являемся членами, по крайней мере, как биологические существа, членами какой-то семьи. Прямо, опять же, не важно, какую роль внутри семьи вы исполняете. Сначала все дети, потом становятся все родителями. Ну, или почти все нюансы здесь нас не интересуют. Конечно, и сама роль внутри семьи несколько изменяется, у нее несколько разные функции в зависимости от того, в какой позиции ты находишься. Но, в принципе, понятно, что человек, как существо семейное, максимально заинтересован, причем эта заинтересованность не привнесенная, это вот то, что ему свойственно, он не может от этого, но большинство людей не могут от этого отказаться. Он максимально заинтересован в процветании своей семьи. Как личность он максимально заинтересован в раскрытии своих собственных качеств, желаниях, удовлетворении своих желаний, иногда просто собственных настроений. Как существо семейное, он заинтересован в том, чтобы его семья процветала. Дети ли его, родители ли его, или он сам внутри этой семьи, семья в целом. Это тоже в данном случае не принципиально важно. Третья роль, которую исполняет всякий человек, неизбежна. Это, повторяю, не то, что чем-то на досуге можешь заняться, а потом отбросить, забыть об этом. Это то, что можно назвать ролью корпоративной, но она применительно к разным профессиям по-разному расслаивается, применительно к комедийной среде, к журналистской среде, к среде, в том числе и телевизионных работников, если, опять же, отбрасывать нюансы внутри этой корпорации. Эта роль может быть разделена на две самостоятельные роли. Во-первых, все являются членами некой большой корпорации под названием «Медийные работники» или, проще говоря, «Журналисты», включая сюда и телеведущих, вплоть до развлекательных передач и всего остального, и даже технических работников. Как журналисты, все мы заинтересованы в том, чтобы существовала максимальная свобода слова, свобода печати, свобода средств массовой информации. Вплоть до инженерных работников, которые работают внутри этой большой корпорации, потому что, если не будет максимальной это свобода слова, свобода средств массовой информации, то, соответственно, нужно меньше вообще работников, в том числе и инженеры, могут от этого пострадать, потеряв работу. Это такая большая корпорация, большая социальная корпорация, общественная корпорация. Но, кроме того, каждый работает внутри конкретного предприятия. Тоже называется в настоящее время, как правило, словом «корпорация», внутри некой телевизионной компании. И, понятное дело, что работая в этой системе, в первую очередь зарабатывая там деньги, делая там карьеру, переустраивая по эту корпорацию, если есть такая возможность, так как он того желает, этот человек заинтересован, каждый из нас заинтересован в процветании этой корпорации, этой конкретной. Не совпадают очень часто интересы журналистской корпорации, как таковой в целом, в стране. Берем территорию одной страны, можно еще рассматривать в глобальном аспекте журналистскую корпорацию, но это просто нас далеко заведет, это ненужный в данном случае уход в сторону. Эти интересы часто не совпадают. Не случайно мы видим, что медийные корпорации периодически вступают в конфликты друг с другом, а иногда и в то, что в 90-е годы называлось, и сейчас осталось в профессиональной памяти, в учебниках политической истории новейшей, под названием информационных войн. Информационные войны 90-х годов. Тогда вот эти профессиональные корпорации, вроде бы их все должно объединять, единая общественная корпорация, профессиональная под названием работники средств массовой информации или работники медиа, тем не менее корпорации отдельные, между собой жестко и жестоко воевали. Некоторые просто исчезли в результате этой войны. И, наконец, все мы, пока еще никто не отменял государство, кто бы и что об этом не говорил. Раньше других, кстати, об этом стали говорить коммунисты о том, что государство отмирает, границы национальные и государственные скоро исчезнут. Сейчас говорят об этом другие люди, которые считаются антикоммунистами. Но это часто так бывает в истории человечества, что лозунгами обмениваются, теориями. Тоже отдельная интересная тема. Впрочем, кто-то будет работать на поле политической, общественно-политической журналистики, с этим тоже столкнется. Но мы говорим о рамках национальных государств, в современных тем более, что они множатся, как известно, в середине прошлого века было 50 государств всего в мире. Сейчас их больше 200. Множество, в первую очередь, за счет дробления, ну и легализации, конституирования некоторых территорий, как государств из чего-то. И так все мы члены некой государственной, национальной общности. И в этом смысле мы исполняем, неважно как хорошо, плохо, и как мы эту роль трактуем, исполняем роль гражданскую. Вот эти, есть еще, естественно, ролевые различия. Ну, например, в среде там политизированных личностей есть сторонники одной политической идеологии, есть сторонники другой политической идеологии. Иногда это прямо противоположные политические идеологии. Они конфликтуют между собой. И вот во многом поведение человека, тем более публичное и общественное, оно диктуется вот этой его ролью. Принассторонним. Одного из этих политических течений, учений. Но это тоже уже излишнее дробление. Так можно дойти до разницы, особенно актуальной сейчас, в связи со всем этим. Популярным, во многом разрушающим, во многом бредовым потоком идей, связанных с разного рода сексуальными и прочими меньшинствами. Но, в принципе, конечно, можно... Понятно, что одни люди играют роль женщины, тоже данные им другие, роль мужчины. И тут тоже есть конфликт, противоречие между этими двумя ролями. И так можно рассматривать. Но это... Опять же, это от рождения до смерти данная роль. От нее... Хотя некто им удается сейчас откреститься, но, в принципе, это неестественно. И, во всяком случае, трудно. Но мы берем, самое главное, вот эти пять основных ролей, которые каждый из нас выполняет в обществе, живя в обществе, в целом, вот в обществе, как таковом, в рамках определенных национальных границ. Итак, роль конкретно взятой личности, роль члена той или иной семьи, профессиональная роль, члена определенного профессионального сообщества, корпоративная, это внутрь той корпорации, сейчас, как правило, бизнес-корпорации, где ты работаешь в тот или иной момент, и такая общенациональная или гражданская роль. То, раз есть и роли, то они каким-то образом в жизни себя проявляют, в мелочах и в крупном. Проявляют они себя в установках. То есть человек с той или иной ролью, как актер, которому дана эта роль, выполняет на сцене, в жизни, определенные действия. Это называется установкой. То есть предрасположенность, связанная с ролью, к определенным действиям, к определенным реакциям на определенные ситуации. Опять же, очень просто. Если кто-то обижает члена вашей семьи, вы за него заступаетесь. Есть у вас сила, неудачно вы заступаетесь, или неудачно заступаетесь. Во всем случае, вы пытаетесь уберечь члена вашей семьи от какой-то опасности. Может быть, вы вступаете в бой за него, может быть, вы хватаете его под мышку и убегаете с ним. Это, опять же, вы можете в курсе психологии, социальной психологии дойдете, будете разбирать эти типы ролевого поведения. Но в целом, вы стремитесь уберечь его от опасности. Вот это и есть установка. Как представитель корпорации журналистов, опять же, вы уступаете, по крайней мере, теоретически, идеологически, идейно, на всякого рода митингах, собраниях за максимальную свободу слова и печати. Трудно найти журналиста, который будет думать о том, что нужно и говорить, что нужно сужать, сужать, сужать свободу печати. Это естественная реакция на попытки такого сужения. Это вот эта профессиональная, это ролевая установка в сфере твоей, в сфере исполнения твоей роли, как профессионалу, подлежащего к этой большой общественной профессиональной корпорации. Вы сами понимаете, ну, то есть, наверное, понимаете, и это, опять же, все на уровне здравого смысла, как многое в журналистике и вообще в жизни. Столкновение этих установок, оно, собственно, и порождает основную массу проблем, которые возникают перед человеком. в данной корпорации третья, извините, четвертая роль, которую вы исполняете, четвертая установка, по которой вы действуете, в данной корпорации зажимают свободу слова. Вам не дают критиковать какого-то политика. но очень хорошо платят. То есть, вы обеспечиваете свою семью всем необходимым, вообще не думал, для вас нет этой проблемы, но зато вы не можете критиковать политика Н или М, работы внутри данной корпорации. Это очень расхожий, очень естественный, поскольку вся жизнь состоит из такого рода конфликтов, противоречий, очень реальный пример. Или наоборот, вы такой побордик слова, исполняя роль члена этой большой корпорации журналистов как таковых, профессиональной корпорации, ваша профессиональная роль, ваша профессиональная установка, что вот вам либо абсолютная свобода слова, либо ничего. Но в обществе многие утверждают, что сейчас в России такое происходит, вот этих в данной стране нет таких корпораций медийных, внутри которой вам это обеспечивается. И вы нигде не можете устроиться на работу. И вам нечем кормить свою семью. Тоже вполне реальная ситуация. но обращаю здесь внимание, что если установки по первым четырем ролевым позициям довольно легко рассчитываются, твое эго, твое роль тебя как отдельно взятой личности, твоя личностная установка, ну, она очевидно связана с тем, что ты хочешь в этой публичной сфере быть известным, писать то, что ты думаешь, рассказывать о том, что ты думаешь, ну, раскрывать все свои там таланты, причем тебе может казаться, что ты очень хорошо пишешь и снимаешь, а тем начальникам, с которыми ты работаешь, это совсем не кажется, и не потому, что они цензоры в душе и формально, а просто потому, что плохо работаешь в сомнении с другими, но тебе кажется, что тебе не дают достаточно раскрыться, что тебя здесь чем-то ограничат, то есть понятно, чем это, в чем, понятно, какие установки автоматически возникают из твоей личностной, эгоистической, в нейтральном, не в негативном смысле слова, роли, ну, тем более понятно, каковы твои установки как члены той или иной семьи, есть матери, которые бросают детей, есть дети, которые не кормят состарившихся родителей, тут тоже много всего прочего, мы тоже об этом поговорим, возможно, одна из берегейших лекций, из чего состоит жизнь, она тоже, в общем-то, унифицирована, ничего тут оригинального нет, но это все есть некие отклонения от норм, а так понятно, что семейная роль, она очень жестко диктует и легко определить эти установки, то же самое с профессиональными установками, то же самое с корпоративными, ну, тебе просто пришел в ту или иную корпорацию, тебе объяснили, получать будешь столько, то делать будешь это, этого нельзя, этого нельзя, мы все заинтересованы в том, чтобы наша корпорация процветала, она будет процветать, мы будем больше зарабатывать, ты можешь быть человек свободный, интересный, но нам твоя свобода не нужна, потому что она мешает корпорации процветать, да и ты, кстати, тогда будешь меньше получать, вот, тут все очень просто объясняется, а вот эта самая гражданская так называемая позиция, она связана уже там с идеями, с ментальностью, с образованием, там, со многими обстоятельствами, ее нельзя так просто определить, то есть руководители того иного государства напишут один список установок, вот, связанных с этой, с ролью гражданина, лидера оппозиционных партий напишут другой ряд установок, ну и тут еще может быть большое поле для всяких, тоже не очень большое, но в принципе большое поле для всяких иных вариантов, но смысл сводится к тому, что если, ну мало найдется людей, которые будут утверждать, что роль члена семьи сводится к тому, что тебе наплевать на всю остальную семью, а значит ты сам только должен процветать, это кстати реальная коллизия, а ты сам должен либо процветать лично, либо там раскрываться как личность, вот так называемые гениальные писатели, так называемые в том смысле, что я имею ввиду, что это реально гениальные писатели, к ним справедливо этот ярлык приклеен, они же жертвуют счастьем семьи, детей, своих жен, любимых, ну и многим другим, вот сидят там и пишут, и пишут, и пишут, и пишут, часто в стол, не зарабатывая денег, это очень реальное противоречие, но это сознательно или бессознательно выбранная форма поведения, но для большинства, конечно, но его постоянно упрекают, его общественное мнение, его друзья упрекают, его родственники упрекают, его дети начинают ненавидеть, что нам папа от того, что такой гениальный, а мы вот, значит, мать страдает, мы не знаем, как нам устроиться, да еще страдаем от твоей гениальности, потому что нас все попрекают, ты такой гениальный, а мы вот не совсем такие гениальные, даже не талантливые, масса конкретных конфликтов коллизий на сей счет, но в принципе понятно, что не может выйти человек сказать, моя роль как член семьи, наплевать на всю семью, лишь бы я писал замечательные романы, даже не все писатели, которые реально следуют этому этой установки, они публично в этом признаются, а вот повторю, это гражданская позиция, которая вот этих в национальных интересах проявляется, она трактуется прямо противоположно разными, одинаково умными людьми, повторяю, самое простое, те, кто находится в данном случае власти и лидера оппозиции, одни говорят одно, другие прямо противоположные, по многим вопросам, вот во всем вам, в этом вам, а мы все, мы все так или иначе пассивные или активные члены этого общества, постоянно проявляются, в ближайшее время, там эти выборы 4 декабря, одни говорят, нужно пойти на выборы, другие говорят, не нужно ходить на выборы, ну казалось бы, национальные интересы совершенно однозначно диктуют, что нужно идти, голосовать, даже не вопрос там за кого, тем не менее, есть довольно много людей, которые утверждают, что в национальных интересах России, в национальных интересах нашего общества не ходить на выборы, и там целая сумма аргументов, это я к тому, что вот если первые четыре установки довольно легко просчитываются, описываются, и в жизни поведение может быть разным, но трактовка составляющих там примерно одинаково у всех, то по позиции гражданской, по роли гражданина, члена некого общества, отчеркшенного определенными государственными национальными границами, описание этих национальных интересов, соответствующих установок, может быть прямо противоположных, что особенно сильно проявляется в период вот этой смуты, которая продолжается в нашем государстве, в период всякого рода гражданских конфликтов, в период военных конфликтов, в нашей стране особенно, вы тогда были детьми, в общем-то, это было совсем исторически, совсем недавно, я здесь описываю довольно подробно, как раз на примере чеченской кампании противоречия между разными ролями, разными установками применена к медийной среде, это вот так называемая чеченская война или чеченская кампания, особенно первая это было. Большая часть журналистов прямо утверждали, что вот нужно разоблачать свою армию федералов, так называемых, они ужасны, ссылались на на свободу слова, свободу печати, то есть на свою профессиональную установку, это второе, на что ссылались, как раз на свою трактовку вот этих национальных интересов. у меня по этому поводу была вполне однозначная позиция, почему я сейчас к этому подойду, не для объяснения того, почему у меня такая была позиция, а почему на мой взгляд она в принципе должна быть такой, как раз к теме нашего разговора, но коллизия была настолько сильной, что мне пришлось написать целую серию статей, которые назывались о демократическом лозунге поражения собственного правительства в Теченской войне. Просто такое поветрие было, что хорошо бы, если бы эта армия, эти федералы проиграли. Из истории нашей страны были давние известны коллизии, связанные с лозунгом большевиков и некоторых других левых революционеров. Там тоже был лозунг о поражении собственного правительства в империалистической войне, так тогда часть политизированной публики называла так называемую Первую мировую или Германской войной в то время чаще называли. То есть это неоригинальная коллизия в нашем обществе и во многих других. Такое часто бывает. Итак, если установки, со всеми пятью этими установками вы живете, вы не можете забыть, что вы человек, отдельно взятая личность, вы не можете забыть, что у вас есть семья, и чаще всего она бывает, вы не можете забыть то, что вы журналист, и хотя бы для этого вам нужна максимум свободы, чтобы писать. Вы не можете забыть, как бы вам не хотелось, что вы член определенной корпорации, над вами начальник, у корпорации есть владелец, у него интерес, он хочет получать прибыль, и бог знает, что еще. И некоторые пытаются забыть, что они там граждане той или иной страны, довольного общества, но это все равно не удается, потому что так или иначе они отстраняясь от какой-либо линии, там официальные и публично выражаемые, они все равно занимают определенную позицию. Все это постоянно находится внутри вас, выскочить из этого нельзя, и вы должны делать выбор. большинство проблем, с которыми вы столкнетесь, относятся как раз к противоречию между этими пятью установками, между исполнениями вами одновременно пяти ролей. Можно играть в эти игры, но очень недолго, например, на конференции говорить, я за свободу слова, а пойдем внутрь своей корпорации, значит, писать так, как тебе приказывают, ограничивая эту свободу слова для тебя, ну и самому для себя. Вот, ну, рано или поздно это противоречие заметят, либо вас перестанут приглашать на конференции, либо вам кто-нибудь издал и скажут, а что же ты нам тут рассказываешь, ну и так далее. То есть, нельзя выскочить из этого, спрятаться там где-то. Помню, я говорил, можно подумать, что если я буду сидеть в спортивном отделе какой-то там кинзионной редакции, то я вот из этой смогу непротиворечиво жить. Ну, это тоже не получится. Вот мы видели там два боксера, я не совсем понял, как они дерутся, я так понял, что они дерутся без всяких правил, ну, спортивное мероприятие, пришел туда Путин, вышел на ринг, вот нечто произошло, и вот спортивный журналист, который об этом пишет, может быть, он тоже мечтал, чтобы избавить себя от этих проблем, от проблемы выбора, вот сидеть в спортивном отделе, описывать бои без правил. Вот оказалось, что и до него эта рука дотянулась автоматически. При публичности, кто есть сейчас, при публичности почти всех мероприятий, при наличии почти во всех публичных делах бизнес-интересов, осветных и политических, поскольку бизнес рядом с политикой, вот чтобы этого не происходило, и это не происходит чаще всего, под влиянием двух факторов. Первый фактор, назовем его грубо, репрессии со стороны тех, кто угроза репрессии, наказания. Если ты будешь действовать не так, как полагается в данной ситуации, ты подержишься какому-то наказанию. На работе тебе будут меньше платить, потом тебя вообще выгонят, в студенческой аудитории, значит, не ту оценку получишь, ну и так далее, и тому подобное. На улице более жесткие установки, не так себя поведешь, как некой корпорации нравится, получишь по известному месту, но есть более высокое, более высокий механизм того, чтобы сохранять вот эту непротиворечивость, по крайней мере, в бытовой, когда не дошло дело до конфликта, до военных действий, вот в рутинной жизни, а большая часть нашей жизни, она все равно рутинная. Есть более высокий механизм корректировки вот своих собственных естественных, возможно, поведенческих норм. Как этот механизм называется? А? Ну да, совесть, это в принципе, правильно говорить, но я сейчас имею в виду более конкретный механизм, потому что совесть тоже там многие по-разному определяют. Воспитание называется этот механизм. Можно входить в верхней одежде, в помещение, но воспитание, а не то, что преподаватель сделает замечание, воспитание не позволяет это делать. и нет никакого противоречия между ролями человека естественного, может быть, ему даже холодно и здесь вот, но тем не менее он снимает, потому что он хорошо воспитан, он снимает верхнюю одежду в помещении. Можно не пропускать первую женщину в дверь, мир не перевернется из-за этого, а можно пропускать. И не потому, что там ждет ее ковалент за дверь, если ты не пропустишь, он тебе даст в глаз, а потому что ты так воспитан, что женщину нужно пропускать. Ты так воспитан. В принципе, все мы приносим жертвы. Все мы разные. У нас может быть разное настроение в разные моменты. И мы приносим жертву, маленькую жертву в пользу вот этого общественного спокойствия, соблюдения общественных норм. Большую жертву мы приносим, когда вступают в противоречие вот эти наши пять установок, потому что речь идет уже не о том, кто вошел в пальто, а кто не вышел в пальто. Опять же, ты разоблачаешь что-то, отрабатывая свою установку свободного журналиста. Ну, какие последствия этого разоблачения для тебя лично, для твоей семьи, для общества? Большой вопрос. Вы будете с этим сталкиваться постоянно и иногда очень серьезно, повторяю, особенно в кризисные моменты. Вот раскол внутри корпоративного сообщества, внутри профессионального сообщества журналистов российских в первую чеченскую кампанию, он в конце концов произошел по этому принципу. Одни говорили, «Наша армия совершает много преступлений», и там приводили целый список, и многое в этом списке было правильно, и поэтому мы будем ее разоблачать. А другие, как я, например, говорили, «Да, наша армия совершает много преступлений, но, во-первых, ситуация войны – это не то, что ситуация мирной жизни, а во-вторых, задумайтесь о том, а если вы будете даже справедливы, как вам кажется, сидеть здесь в московских кабинетах, где не идет война, поливать в спину солдатам, которые там воюют, может быть, неправедно действуя, но вы в той ситуации не оказывались. Как бы вы повели, когда бы вы там оказались, еще никто не знает, это вы сидя в редакции пишите, как себя нужно вести. А вот если вы там бы оказались с оружием в руках и перед опасностью, что вас убьют, вашего товарища убьют, ну и там многое другое, еще неизвестно, повели бы вы себя так, как вы описывали в своих статьях, но даже об этом не думайте. А вот в следующий раз он пойдет защищать вас, этот солдат, не этот конкретный, которого оплевали, а тот другой, который смотрит, как он рискует жизнью, рискует жизнь потерять, ему плюют спину за то, что он что-то не так делает, а через пять лет говорят, иди опять воевать, защищать, потому что мы здесь кабинетные писатели, для нас опять наступила опасность, где-то там на периферии нашей большой страны. Это вот прямое противоречие между установками национальных интересов, во всяком случае, как, на мой взгляд, должны их понимать при всяких нюансах, и профессиональной установкой вполне естественной для всякого журналиста, вполне естественной для всякого журналиста. Еще раз поговорим об установке связанной, ну, повторяю, вот, личностная установка, твое эго, понятно, семейная, тоже понятно, но противоречий очень много, особенно, когда в обществе есть большие слои людей, которые мало зарабатывают. Я не знаю, какое у вас представление сейчас, может, я даже задавал такой вопрос, обычно я раздаю где-то в начале, или на каких-нибудь там днях открытых дверей, в какое представление о том, сколько зарабатывают на телевидении, вот, но у большинства, как правило, бывает такое весьма романтическое, завышенное представление, чуть ли не все, десятки тысяч долларов в месяц, вот, ну, на худой конец, тысячи, тысячи, причем не одно-две, а там 5-6-7-8. В реальности это, конечно, не так, а вот в 90-е годы вообще очень мало зарабатывали журналисты в Москве, а уж в провинции просто нищенствовали в буквальном смысле слова, ну, не ходили Христа ради, но, так вот, когда есть у тебя выбор, твои дети голодные, но ты за свободу слова, или ты ограничишь свободу слова для себя и для других, но дети станут сыты, вот я подхожу к этому вопросу так, что нельзя упрекать человека, если не созданы условия в целом, если не созданы условия в целом для того, чтобы он делал этот выбор сознательно, а не под гнетом обстоятельств, дети побрут с голоду, но я свободен, я не свободен, но дети будут хотя бы сыты, это ненормальные в принципе обстоятельства, вот если такие не созданы условия, то нельзя кидать в камень тех, кто продается, ну, вот, в этой сфере, то есть, конечно, хорошо, красиво, выйти на трибуну, написать книгу, вот, какие бессовестные, ну, ты просто себя поставь в это положение, что вот перед тобой этот выбор, и скажешь, что мои дети тоже будут там голодать. Сейчас более благополучные в этом смысле времена. Вот, тогда просто вот эти противоречия между двумя этими установками очень явно проявлялись в жизни каждой редакции тому масса примеров в поведении отдельных журналистов. Сейчас более тучные, как одно время, с одного момента стало модно говорить времена, более сытые или близкие к норме времена. Такого выбора в жестком виде не существует. Но, но, и мы, по-моему, об этом уже немного говорили, но теперь несколько дополнительных слов, это очень важно. Я не мог не говорить, говорил уже, по крайней мере, вот в этой лекции о свободе печати, свободе средств массовой информации и смешанных свободах, что декларируется свобода печати, ну, в нынешнем варианте для всех, для всего общества. А реально пользуются ею? А, те, кто работает в этих средств массовой информации, политики, подопрессионных, те, кто просто приближен к этой сфере, и слой таких активных людей. Ну, в советское время чаще это называли интеллигенция, ну, сейчас можно называть элитами, вот, что-то такое. Рабочие, крестьяне в советское время больше печатались в средствах массовой информации, кстати, появлялись на экране, чем в нынешнее время. Это уж точно, совершенно. Другое дело, что это было специально, вот, была такая политика, не для того, чтобы их там выслушать их мнение, а вот, ну, это была такая партийная политика в данной сфере. Вот. То есть, свобода слова декларируются для всех, а активно могут пользоваться ей очень немногие. Это один аспект, сейчас мы об этом говорим, сейчас мы его не разбираем. Теперь посмотрим, как вот реализуется эта профессиональная установка на свободу максимальное самовыражение через массу информации в нынешних условиях. и мы увидим, что помимо политиков, ну, тех, кто априори приближен, помимо журналистов, самих, которые работают в этих средств массовой информации, и сам Бог им велел этим, ну, они, собственно, для того и созданы обществом, и такая роль дана, чтобы они, ну, якобы от имени общества оглашали всякие идеи, давали информацию, комментировали случающиеся события. Помимо вот этого слоя активистов, общественные мысли и действия, то, что раньше называлось интеллигенцией, сейчас можно назвать элитой, хотя это не совпадающее понятие, мы при внимательном, даже не очень внимательном, но более-менее внимательном взгляде на телевизионный экран и на газетную полосу, тем более на журнальные полосы, например, в глянцевых журналах, мы увидим, что казалось бы, естественно, тут нельзя бросить упрек системе, что понятно, что 140 миллионов граждан России, даже если отбросить от младенцев и появившихся на них довольно большой слой необразованных, неграмотных людей, кто и писать и читать не умеет, не могут одновременно выступить в средствах массовой информации России, ну какие бы демократичные ни были, так же, как там уже 270,5 миллионов граждан США при всей свободе американских СМИ не могут одновременно каждодневно выступать по американскому телевидению. Тут ограничения естественные, эта система не может все это вобрать. поэтому вот эти политики собственные журналисты и активный слой элитной активной говорящей массы ну сам Бог им велел так жизнь построена социальная жизнь. но мы сейчас видим что вот эту профессиональную установку которую вроде бы для себя раскрывают средства массовой информации быть максимально свободными на страницах и на экранах тех средств массовой информации которые они работают ею пользуются уже не только эти люди но и корпорации которые вообще никакого отношения к журналистике не имеют. Самое явное это реклама. Просто рекламных страниц рекламных объявлений в некоторых изданиях больше чем собственно вот эти самые журналистки. Причем в изданиях они объявляют себя в чистом виде рекламными. Но есть такие бесплатные распространения говорят ну просто рекламные кидаем в почтовый ящик раскидываются бесплатно и нам там никакой не политики вообще ничего не нужно и нам журналистов не нужно нам нужен верстальщик бильторедактор и вот человек который будет собирать кто за какое объявление сколько заплатит. Нет они представляются публике как вполне там журналистскими профессиональными бизнес-сообществами рекламы больше постранично чем собственно вроде бы журналистских текстов. Более того возникли целые специальные профессиональные корпорации которые занимаются тем что пропихивают массово пропихивают тайно и скрыто открыто и публично интересы бизнес-корпораций никакого отношения к журналистике от обувных фабрик до бог знает чего создана целая так называемая индустрия паблика релейшнс которая между прочим работе в которой обучают в уважаемых вузах в том числе и в самых уважаемых для чего она создана для того чтобы проводить интересы обувных фабрик банков ну во всяком случае чего угодно структур никакого отношения собственно ни к журналистике ни к свободе слова ни к гражданским свободам ни к политическим свободам не имеют на странице используя вот эту свободу печати за которую выступают грудью журналисты изощренная система разрабатывающая обучающие постоянно обучающие людей для работы в себя внутри себя проводящие семинары семинары в принципе на тему как лучше обмануть широкую публику вот суть всех семинаров конференций съездов конгрессов и что там еще вселенских соборов которые проводят работники всяких пиар-служб как лучше надуть общество и воспользуйся механизм свободы печати проникнуть на страницы того что публика воспринимает как журналистские издания журналистские творения в своих корыстных целях здесь все мы должны насторожиться то есть думаем что бой идет между начальником который зажимает свободу слова и подчиненным который там за нее борется ограничивая себя поскольку ему нужно зарабатывать кормить детей и так далее и так многие увлеклись этой борьбой что не заметили что появилась третья сила которая легко манипулирует и начальником может быть он об этом больше догадывается этим журналистам используют вот эти конфликты их борьбу их противоречия между ними чтобы вылезать со своими но абсолютно корыстными интересами уж точно ничего не имеющими не имеющими никакого отношения к интересам общества в целом к интересам к этим национальным интересам к интересам собственно журналистики к чему я это говорю не к тому чтобы обличить пиар-службы и всю эту систему она существует с этим ну ты не можешь от этого избавиться можно только давать советы как минимизировать это проникновение как с этим бороться это уже существует я говорю не для этого я говорю для того чтобы вы поняли вот эти пять ролей которые каждый из нас исполняет и вы будете исполнять уже к этому готовитесь обучаясь здесь вот эти пять установок эти пять ролей которые вы играете эти пять установок которые на основе которых вы будете действовать автоматически они тоже скорее всего находятся в некой иерархии на мой взгляд тут я не могу никому ничего навязать я могу там просто требовать допустим на экзамене ответа такого кто дается в этом учебнике и любое число вариантов иных ответов ну с каким-то доказательством почему я прав я не прав а вот тот кто дает иные варианты ответа прав в этом смысле у меня на экзамене там значите полная свобода человек студент может если только аргументированно говорить все что думает по данной теме но демонстрирует знания а не высасывание из пальца того чем он хочет впечатлить преподавателя не об этом речь да то есть я говорю о том что существует должна существовать иерархия но вообще все существует иерархия и значит здесь она должна существовать мне представляешь представляется что иерархия выстраивается следующим образом если есть вещи которые без нашего желания вот это без желания политиков злых которые там какие-то ограничения на свободу печати накладывают без желания самих журналистов даже без желания начальников конкретных бизнес медийных корпораций которые требуют прибыль прибыль неважным способом если есть вещи которые ограничивают используют свободу печати в своих интересах помимо нашего и мы ничего не можем с этим сделать мы можем только минимизировать бороться каким-то образом мы точно не можем это остановить то видимо есть нечто что является выше этих этого института интересов института свободы печати но так же как повторяю если моя семья не должна нищенствовать не должна ходить в лохмотьях должна вести более-менее достойной это понятно всякому медийному работнику кто бы с чем бы не выступал с трибуны если этот интерес воспринимается как естественный и им можно вернее и ради него можно пренебречь для самого себя ограничить свободу слова свободу печати то уж тем более можно и нужно ограничить свободу печати когда и пользуются вот эти другие бизнес корпорации ради чего-то что сохраняет мою большую семью вот эту страну мало кто себя может представить что я моя семья там пять человек могут выжить а вот вся страна вокруг рухнет но есть отдельные личности у которых как известно стоят самолеты на готове деньги переведены есть такие люди но их все равно не миллионы их даже не десятки тысяч и гораздо меньше вот поэтому я и утверждаю что национальные интересы в принципе вот есть доминирующие в этой иерархии они стоят на верхней позиции если особенно в кризисные моменты не знаю насколько четко сейчас я вам изложил вот эту свою логику она четко прописана в учебнике но во всяком случае что-то у вас осталось еще раз обращаю внимание на то что но национальные интересы по-разному трактуются разными людьми одни говорят для того чтобы Россия сохранилась это ее национальные интересы в стране должна быть демократия а другие говорят для того чтобы Россия сохранилась в стране должен быть там просвещенный авторитаризм и те и другие искренне со знанием дела приводят аргументы вот в чем проблема что по-разному если семейные интересы все примерно одинаково трактуют то вот эти национальные часто с противоположных позиций плюс еще нужно еще один нюанс учитывать кто как правило трактует национальные интересы не проводится каждый день дискуссии национальные интересы как правило трактуют отбросим отдельно взятых вольных мыслителей писателей кто могут выступить там с какой-нибудь пламенной речью ну и там публика послушает но сейчас публика нет таких авторитет в стране что публика там пять дней после этого помнила что он сказал там силу массовая культура это как раз нет авторитетов сейчас да даже слово авторитет сейчас публично упоминать опасно потому что он понимается в сугубо вот этом криминальном смысле настолько сильный язык быстро искажается но я имею ввиду такое традиционное позитивное значение в массовой культуре нет авторитетов есть идолы есть иконы те до кого ты молишься вот в красный угол поставил ну некоторые всю жизнь молятся другие меняют эти иконы постоянно но вот авторитетов в классическом смысле слова нет так вот кто трактует повседневно а чиновники госслужащие ну политики кто при власти и журналисты вот кажется это медийная среда а а уже было итак первое у них могут быть прям противоположная трактовка этих национальных интересов это вот реальный выбор кто это должен сделать он не спекулятивный потому что ну ты должен либо быть на этой стороне либо на той стороне ну либо вот между ними ни тому не верю ни сему не верю ну не лучшая позиция за нее спрячешься но возможно ненадолго второй аспект этой проблемы что помимо того что чиновники и журналисты по-разному могут публичные люди могут по-разному трактовать национальный интерес и равноубедительно во всяком случае для массы людей у них разные функции и в трактовке и в соблюдении этих национальных интересов общество же не если бы общество было совсем единообразно построено то тогда не было бы различий между чиновником и журналистом чиновник он же был бы и журналистом ну и так далее и тому подобное чиновник и в этом его роль как чиновника в этом его функция он должен больше оправдывать и скрывать ну особенно некоторые чиновники а журналист по определению должен наоборот больше раскрывать и подвергать сомнения не потому что он плохой а чиновник хороший не наоборот потому что вот такие у них социальные роли уже если мы фрагментацию ролей более дробную возьмем и тут бывает непонимание просто из-за того что чиновник говорит как чиновник он все говорит правильно журналист говорит как журналист он тоже все говорит правильно и вот нет этого механизма где эти две правды две правильности связываются в единое целое под названием национальный интерес который разделяется всем обществом ну в таких противоречиях это есть проявление жизни опять же если бы все чиновник поднял журналисту журналист чиновника они бы обнялись и пошли вместе дальше, то общество умерло бы. Все, это смертное общество, все роли слились в одну. В этом появление жизни, но в этом и всякого рода конфликт. Еще один аспект проблемы. Некоторым кажется, особенно на коротком отрезке своей жизни, особенно людям менее опытным, что вот эти национальные интересы, они определены раз и навсегда. Ну раз и навсегда так, как ты в книге прочитал, или вот так, как ты на данный момент видишь. Нет, национальные интересы изменяются. И появляются новые национальные интересы. И как только они появляются, эти национальные интересы новые, они сразу подвергают испытанию свободу слова, свободу печати этот институт. Масса этого проявления, особенно в последнее время, частично об этом, мы всегда об этом говорим, и я уже даже сегодня, по-моему, об этом упомянул. Вот эти национальные, извините, сексуальные меньшинства. Ограничение, я даже, по-моему, на одной из лекций прямо об этом говорил. Ограничение. Появился новый национальный интерес. Я сейчас не трактую, хороший он или плохой, правильный он или неправильный. Вот в некоторых странах, в некоторых, появился там сексуальные меньшинства должны, а, быть максимально свободными, иметь возможность проявлять себя так, как они хотят, а вплоть до создания семьи. Что, на мой взгляд, абсурдно, но в данном случае, моей точки зрения, не рассматривается. Это появилось как национальный интерес. Пусть он не всеми разделяется, но значительной частью разделяется. Что сразу появилось? Сразу во многих средствах массовой информации стало сначала неприлично подвергать сомнению интереса вот этого национального меньшинства. Были изъяты некоторые слова, уже их нельзя называть опленными словами, ну и многое-многое другое. Это что, цензурный комитет Российской империи, Советского Союза или вот этой нашей Российской Федерации решил так? Во-первых, это не в Российской империи, не в Советском Союзе происходило, а происходит там в других странах. И там нет цензурных комитетов. Как и в России сейчас нет никакого цензурного комитета. Появляется новый национальный интерес, плохой или хороший, но он появляется. И сразу он докладывает ограничения, часто очень видимые на институт свободы слова, свободы печати. Вот этого многие не понимают, не ощущают. Вот как их научили в школе, или папа с мамой, или на университетской скамье, что вот есть там такое, в интересах мира в целом, там демократии страны. Это, это, это и это. И вот так с этим знанием, со списком этих национальных интересов, это шпаргалкой в сознании. Вот так люди там до конца жизни живут. А изменились национальные интересы. Иногда с некоторыми изменениями нужно бороться. Я, например, считаю, что, поскольку, понятное дело, что как каждая семья заинтересована в том, чтобы она продолжалась, каждая отдельно взятая семья, хотя исключение тоже есть, так и нация, общность большая, заинтересована в том, чтобы она тоже жила максимально долго. Кроме как путем делания детей, а для этого нужна как раз семья, и как ни странно, то есть двуполая, никак иначе нельзя. Следовательно, все, что это укрепляет, эту семью, это во благо общества, во благо продолжения рода, как отдельно взятой семьи. А все, что мешает этому, в том числе однополой семьи, это не есть национальный интерес, это плохо. Это я так считаю, а другие могут считать иначе. Кто прав, кто виноват, это рассудит там история будущая, но в данной конкретной ситуации кто-то кому-то будет затыкать рот всеми возможными способами. Да, сегодня невозможно заткнуть рот журналисту там или иному человеку впрямую запретив печатать статьи на эту тему. Но сколько статьи на эту тему не печатается, потому что это не политкорректно. Об этом мы уже говорили, в том числе сегодня, к примеру, в тьма. Изменяются изменяются ли сами национальные интересы? Это отдельный вопрос. Я думаю, что они в принципе не изменяются. Но то, что их понимание изменяется, это совершенно точно. И вот эти ограничения на свободу печати возникают сами собой. И вот эти ваши роли, они тоже должны в этом смысле... возникают новые конфликты, которых вы раньше не знали. Вот это я называю одним из парадоксов свободы печати, свободы в связи с массовой информацией. Мало кто об этом задумывается. В принципе, опять же, как корпорация мы все стоим за максимальную свободу печати. Как демократы, тут есть кто-нибудь в этой аудитории? Кто тут за диктатуру? Нет, да, нет таких. Хотя, как показывает опыт, вот видите, иначе, как репрессивными методами некоторые проявления хаоса и нельзя пресечь. Но нет тут никого за диктатуру. Следом, мы все здесь присутствующие за свободу печати и за демократию. Теперь все представим ситуацию. Она что, не может быть? Может такое сложиться, что основываясь на этих принципах свободы печати и максимальной демократии в нашей стране или в другой, но будем говорить о нашей стране, проводится референдум всенародный, всенародный прямое голосование по вопросу. Вопрос стоит так. ликвидировать Россию как государство или не ликвидировать. И допустим 60% а референдум по конституции, у нас их трудно сейчас провести, но в принципе это решение, это прямое действие, там уже не может быть никаких вариантов. Допустим, так сложились обстоятельства, не важно что и как, на этом референдуме используя институт свободы слова и печати, все же референдумы спорят, обсуждают, там аргументы, используя институт демократии прямой референдум, 60% населения страны с правом голоса говорит распустить Россию. Вот ваши действия после этого референдума. Все восторжествовало свобода слова, свобода печати и все принципы демократии. Ну, просто как по учебнику, но распустить Россию. Я не говорю там распустить вашу личную семью, потому что референдумы очевидно по такому поводу не будут проводиться. Ну, вот здесь можно представить. Вот выбор в заостренном, но это отнюдь не абстрактная модель. В принципе такое может быть. я вам уже говорил, а может быть не говорил, что если руководствоваться вот этими принципами бездумно совершенно, вот как попугай, вот свободу печати, свободу печати, я за свободу печати больше, чем кто-либо может быть. Но если постоянно этим руководствоваться, постоянно это твердить, то тогда и общество этим руководствовалось. Если считать, что свобода печати вот институт, он выше всего остального, то тогда правительство нужно менять каждый день во многих странах. Потому что оно тут же начинает делать ошибки. Эти референдумы проводить тяжело, это деньги, там, организация, а печать сми они существуют постоянно. Я вам говорил, выборы 4 года, раз 5 лет, а через средства массовой информации народ самовыражается пусть с искажениями каждодневно и ежесекундно теперь, поскольку есть интернет и все прочее и телевидение. Тогда нужно правительство каждый месяц как минимум менять. Но так же общество не может функционировать, поэтому и дано право, это некий консенсус, но есть некие установки в соответствующем законодательстве, что можно игнорировать мнение народа, выраженное через прессу, но иначе просто невозможно было бы жить. Были бы постоянные смены этих правительств, что в некоторых странах бывает, но когда такое происходит часто, то со мной политическая система постепенно из-за этого выползает, потому что жизнь общество парализуется парализуется управлением точно. Что парадокс? Это неразрешимые противоречия, внешне выраженное в смысле формальное выражение неразрешимого противоречия, либо так, либо так, и так плохо, и так плохо, а совместить нельзя. А вот в жизни все совмещается. За счет чего? За счет того, что что-то ограничивается. Либо не проводятся такие референдумы, либо если они проводятся, то их решения не выполняются. Самый простой и вполне известный выход из этого парадокса состоит в следующем. Ни в какой демократии никто не проводит референдумы на тему увеличивать налоги или уменьшать налоги. Потому что всем понятно, что ни в какой стране мира никто никогда не проголосует большинством за то, чтобы увеличивать налоги. Поэтому референдумы на эту тему не проводятся. А в некоторых странах, где референдумы проводятся, есть такая практика, прямо сказано, по каким вопросам референдумы не проводятся. И вот такие вопросы исключены. Вопрос «Ты хочешь жить хорошо или плохо?» Давайте на референдум поставим. Ответ предсказуем. Неправильно сама постановка вопроса. Его не нужно выносить на обсуждение. Ответ очевиден. Вот эти противоречия между интересами, при исполнении этих пяти ролей. Еще на что нужно обратить внимание. Дело не в том, что я не хочу показаться в ваших глазах защитникам репрессивных мер ограничений свободы слова. Совсем наоборот. Я считаю, что да, в некоторых случаях свободы печати, по крайней мере, нужно ограничивать, но нельзя сделать то, до чего общество не созрело, чего общество не захотело. Когда можно, когда нужно, нужно во многие моменты ограничить, когда можно ограничить свободу печати, например. Когда общество получило максимальную свободу печати, начало ее использовать полностью, и увидело, что эта свобода печати выносит наверх уже такое, что уже то, что начинает угрожать самому обществу. И тогда общество само начнет ограничивать эту свободу печати и свободу слова. Не потому, что кто-то решил в Кремле, в Белом доме, либо в другом месте, а потому, что общество само захочет наложить на себя эти ограничения. Для того, чтобы дойти до мысли о ограничении свободы печати, нужно дать максимальную свободу печати, при реализации которой и проявятся те негативные качества этого института, негативные последствия его функционирования, которые приведут общество само к мысли о том, что кое в чем нужно ограничить. А если ты просто ограничиваешь свободу печать, выходишь на тюбун и говоришь, это ужасно, это ужасно, это уже журналисты это пишут неправильно, здесь развращает общество, здесь его ну и так далее. Вот. это плохо, вы сами понимаете, нельзя пугать детей в детском саду, нельзя пугать в кинотеатре криком пожар, хотя если ну это все аргументы, которые я вам приводил, они самые банальные. И поэтому завшую дня ограничивается свобода печати. Общество это не примет. только только тогда, когда оно само до этого дозреет. И это вот это постоянно происходит, я повторю. И последнее, о чем я хочу сказать, все мы знаем, что красть плохо, нехорошо, и даже преступление по головному кодексу, а в общем-то это аморально, это норм морали. Мы сейчас не говорим о спецслужбах и прочих, но журналисты крадут информацию, подсматривают замочную скважину отвратительно за другими людьми, но журналисты подсматривают замочную скважину за другими людьми, за политиками по крайней мере. Профессиональная мораль и общечеловеческая мораль это разные вещи. И профессиональная мораль журналисту платят за то, чтобы он узнал то, что другие не узнали, чтобы он развлечил политику, которая совершает нечто аморальное в интимной жизни, ну как то, что считается аморальным. Если журналист подглядывает за обычным гражданином и об этом рассказывает, говорит, что он лезет в частную жизнь, это неприлично, а если за политику, то можно. Итак, профессиональная мораль журналистская в этом случае, медийная, должна отличаться от общечеловеческой ровно на то расстояние, которое позволяет журналисту выполнить свою профессиональную функцию в интересах общества. Но не на йоту больше. Это очень трудно соблюсти. Вот в этом смысле журналистам разрешается совершать аморальные поступки для выполнения своей профессиональной роли, подглядывать за политиками, красть информацию с чужого стола, ну и так далее, и тому подобное. Всегда брутальные примеры более убедительны, возможно, я тоже его приводил, резать ножом людей это преступление. Но хирургу это разрешается. Для чего? Для того, чтобы спасти больного человека. Но если хирург совершил замечательную операцию, этим скальпелем тут же зарежут медсестру, которая рядом стоит, вот за то, что нарезал до того, 4 часа резал этим скальпелем, его не посадят, его будут благодарить все общества, у него будет высокая зарплата, родственники будут благодарны, бог знает что, слава. Но если он то же самое сделает с медсестрой, которая рядом стоит, его посадят за решетку. Вот профессиональная мораль отличается. Для выполнения своих профессиональных обязанностей ты можешь резать людей, а жилист может заглядывать в замочную скважину, а просто заглядывать это уже нехорошо. Вот эта тонкая граница, ее нужно понять, а в целом национальные интересы требуют, чтобы хирурги на операционных столах скальпелями разрезали полость пациентов. Это требует и национальной вот тут полное совпадение, а может быть у нее еще пристрастие это делать, ну без пристрастия, как здесь другие-то боятся. Я надеюсь, что я вот сумел до вас донести, остальное прочитаете в учебнике, вот сумму противоречий, которые здесь есть. Повторяю, вы будете с этим сталкиваться каждодневно. Нужно уметь находить грамотный и непроэффективно речивый выход из этих ситуаций. Спасибо. Продолжение следует...